Зима – испытание как для домашних, так и для диких животных. Первым снегом домовые мыши прибираются поближе к жилищу человека. В их распоряжении запасы на чердаках, погребах, кормушках сельскохозяйственных животных. Не прочь они посетить собачью или кошачью миску. Домовые мыши очень плодовитые, до 10 пометов в год, в каждом из которых по 6-12 малышей. Красиво в заснеженном лесу. Среди сосновых иголок можно увидеть миниатюрную крошечную птичку – королёк. Самая маленькая птичка на просторах бывшего СССР. В размахе крыльев до 17 сантиметров, с весом до 8 грамм. Природа Украины восхитительна в любое время года. Вот на прогулку вышли домашние козы. Мацион им обязательно необходим, так как домашняя коза не терпит затворничества. В этот период домашние козы вынашивают потомство. Точно так же, как и дикие. В хвои сосны содержится большое количество витамина С, необходимого для нормального обмена веществ. Посмотрите, как козы лука употребляют новые иголочки в пищу. Точно так же выручают сосны и диких косуль. Они поедают и тонкие веточки, как грубый корм для нормального пищеварения. А вот стволы древесных растений служат прибежищем для других животных. Это крупные гусеницы древоточца пахучего, до 12 сантиметров. Тёмненькие особи более старшего поколения, а розовые молодые гусеницы. Зимуют одну или две зимы. Если повезёт, большой пёс проедает, то всё довольствием съест такую гусеницу. Поползень. Древесный виртуоз. Он может передвигаться по стволам деревьев вниз головой. Если повезёт, зимний период, он тоже с удовольствием съест такую гусеницу. Поползень не боится человека. Он прилетает в этот ход подворье, исследует миски, кормушки и питается остатками от обеда и завтрака у домашних животных. С удовольствием поедает семена арбуза. В последнее время дрожды на Украине зимуют. Так как климат изменился, зимы очень тёплые. И вот уже в феврале, в начале марта мы слышим песню дрожда. С 1991 года к власти в Украине пришли преступные, преступные, циничные, корыстные элементы, лёгкостью на протяжении трёх десятилетий, обманывающие свой народ и разворовывающие державу. Ужас в том, что армия стала служить власти денег не народу, совершая преступления против своей же страны. Снегирь по-прежнему прилетает нам на зимовку. Пища снегиря растительного происхождения в основном. Это семена, пучки, различные ягоды, рябина, калина, ягоды омелы, шиповник, боярышник. Семена акации, которые видите на фотографиях, тоже привлекли снегирей. Это обыкновенный снегирь, а вообще их насчитывается до девяти видов. Ярко-красные – это самцы. У самочек бока серо-коричневого цвета, они более скромнее выглядят, как и птенцы. Популяция чижиков значительно уменьшилась. А вот большие синицы распространены повсеместно. С 2014 года невероятно взлетела популяция домовых мышей, так как численность хищников снизилась в связи с начавшимися боевыми действиями. Более страшный хищник ворвался в экосистему, нарушил все принципы гармонии. Заметно сократилась популяция воробьишек и соек. Чиповник, спасительная амела, всегда выручают птиц. Нежные ягоды амелы едят и длиннохвостые синицы, в период отсутствия насекомых. В окрасе зеленушки преобладают желто-зеленые тона. Более темные пепельно-серые крылышки имеют по краю желтенькую полоску, выделяющую их и отличающую от других подобных видов. Самочки, как и у всех видов, имеют более скромные цвета в окрасе. А вот дубонос – редкость в наших краях. Благодаря изменению климата популяция длиннохвостых синиц увеличилась. Суровые зимы, уже в конце ноября, в декабре, прилетают к нам на зиму после ристели. Вот их голос, который невозможно спутать с другими голосами птиц. Перестель – сияная птица. В летний период, период выкармливания птенцов, это, естественно, насекомые. Но любят семена и ягоды и увлекают отбродившие, засохшие плоды. И это нам знакомая зеленушка клянилась. Тайками располагаются они на проводах для отдыха и периодически опускаются то на колину, то на боярусню. Но больше всего любят они, естественно, амелу. На Украине свиристель так и зовут амелюх. Белые сочные ягодки, сладковатые, привлекают их. И эти птицы невольно становятся разносчиками данного растения. Амела – растение-паразит, которое уничтожает деревья буквально за 3 года. Ну и свиристель – невольный распространитель этого растения-паразита. Тайность позволяет выжить этим птицам в трудную зимнюю пору. Если одна птица находит кормный участок, стая быстренько перелетает на новое место. Несколько перепадов температур от минус 6 до плюс 12 приводят к гибели пчел в последние годы. Также пчелы гибнут из-за увеличившейся популяции мыши. Светлая полоска на хвосте, белая на черных крыльях и красные пятности. А также серо-розовое туловище, размеры чуть меньше в торсах. И самое главное – кахолок отличают эту птицу от всех других видов. След зайца в поиске пищи – экзотика. А это след фазана с тоненькой цепочкой. Вот он, какой красавчик лесной. Очень красивая птица, своеобразная. Снег в лесу – это не только красота, но это очень суровые условия выживания для всего живого в лесу. Синички и ласка, и лисица тянутся к подворью человеческому. Лисица мышкует. Ласка – тоже любитель мышей. А так как мыши тоже стремятся к жилищу человека, то и дикие животные постепенно приближаются, как край нам сел. Вот как эти косули. Амела поражает обычно край леса. Три косули пришли полакомиться Амелой на боярышнике. Но достать они могут только с нижних ветвь. Поэтому пришлось им помочь с помощью палки с крючком. Но не всем суждено пережить зиму. У браконьеров снайперские винтовки, гранаты, тепловизоры. Что же и косули, и микробанаты? Есть ли на Украине обесценена чизнь человека? С 2014 года в 2021 власть в Украине с помощью армии и средств массовой информации уничтожила более 3,5 миллионов людей с помощью оружия, ужаса и слова. Продолжение следует...